Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, волатильность на финансовых рынках после довольно активной торговой сессии понедельника сошла на нет. Я думаю, что рынок явно сейчас в предвкушении новых драйверов, триггеров и такие будут, друзья. Впереди у нас, не забывайте, non-farm perils под закрытие недели, пятничный отчет. Предварительно мы проанализируем, насколько мог быть и каким прогресс в этом секторе американской экономики через отчет EDP. Традиционную статистику EDP мы разбираем в среду, но поскольку в понедельник был выходной день, из-за дня памяти в Штатах, публикация релизов поехала ровно на одни сутки вперед. И EDP мы с вами будем анализировать завтра. Касательно американского рынка труда. Лично мной уже много раз было сказано, друзья, то, что проблемы в этом секторе остаются довольно серьезными. 8 миллионов примерно без работы. Американцев не торопятся они возвращаться на свои рабочие места, потому что и без без официальной зарплаты получают приличные выплаты через пособия по безработице и субсидии, дотации со стороны государства, которые принято называть добавками к этим самым выплатам. И в итоге каждая американская семья, например, из четырех человек, сейчас даже не работая, получает по две тысячи долларов или около того. Все изменится, друзья. Как только ФРС, денежные власти, американские власти прикроют этот вот кран щедрой ликвидности и когда не будут больше накидывать дополнительные выплаты по пособиям. Когда это произойдет, точно, доподлинно известно, это июль-август, потому что именно в этот период времени прекратит действовать программа повышенных выплат для безработных. И в августе, как вы помните, пройдет еще и конференция мировых банкиров, скажем так, симпозиум Джексон Холли. Много тоже говорило об этой встрече, я думаю, что ближе к делу мы к ней вернемся. Сейчас у нас в сухом остатке получается, что трейдеры хотят торговать, трейдеры нуждаются в волатильности, но нужно фундаментальное топливо. Предстоящий релиз по Non-Farm Perils, уже по оценкам экспертов скромные ожидания, если сравнивать их с ожиданиями прошлого месяца. То есть в целом, по факту, те цифры, которые выйдут из-за того, что они, скорее всего, практически совпадут с прогнозными значениями, вряд ли мы увидим какую-то мощную динамику по доллару, как восходящую, так и нисходящую. Но в то же время этот релиз станет для нас еще одним доказательством, подтверждением того, как мы можем и можем ли вообще действовать вот так же уверенно с точки зрения продаж американской валюты. Какой бы ни вышел релиз в пятницу, друзья, напоминаю, что сильная статистика – это причина работать с риском, слабая статистика – это причина для ФРС сохранять стимулирующую монетарную политику. Поэтому не хочу вас путать и сами не путайтесь, друзья. Крайне предсказуемый фундамент, не нужно заниматься совсем глубокопанием. На мой взгляд, все предсказуемо. Если последует небольшой рост американской валюты, он будет временным. Собственно, так же, как и представители ФРС считаются текущий рост инфляции временным. Поэтому ставка на снижение доллара, она остается в приоритете. Вчерашняя статистика. АСМ производственного сектора 61,2 с 60 с небольшим, то есть рост, прогресс в этом секторе сохраняется. АСМ разгона инфляции – тоже позитивный макроэкономический фонд. Но даже на этой статистике доллар особо-то сильно не вырос, потому что все прекрасно понимают, что если вы хотите сейчас работать с теми финансовыми активами, которые есть, и реально заработать, нужно инвестировать в риск. Чем вам не нравится американский фондовый рынок? Тем, что он перекуплен. Кто вам сказал, что он находится на уровнях, которые фактически являются потолком для него. Американский фондовый рынок находится на исторических максимумах, поэтому мы в принципе не имеем права говорить, что где-то какой-то уровень является потолком для этого сектора. Американский фондовый рынок может легко сделать еще 5, 10, 15, 50 процентов. Друзья, и это будет реально, потому что, только вдумайтесь, даже баланс американского регулятора сейчас 10 триллионов долларов. Посмотрите на дефицит долга США, на дефицит бюджета, государственный долг, объемы, астрономические цифры. То есть сейчас значение доллара, оно как таковое уже не стоит остро, как вопрос того, что какая-то категория финансовых активов является на достаточных ценовых значениях. Мы не знаем реальной силы доллара. Я считаю, что силы таковой за это валюты уже нет, поэтому рекомендую вам продавать американца. И сейчас, пока ФРС позволяет нам работать со стимулирующей политикой, вкладывать, инвестировать в американский фондовый рынок. Золото 1896. Если вы помните, я много раз говорил, что для того, чтобы определить верное направление рынка по золоту, конечно же, нужно опираться на фундамент. Но есть еще и индексы рыночных настроений, которые показывают текущее позиционирование трейдеров. Вот все это время, продолжительное, больше месяца, мы с вами работали с акцентом на то, что большая часть трейдеров золото продавала. И, соответственно, золото, как логично следует из этого, росло. Сейчас позиционирование изменилось, и большинство трейдеров поставили на рост актива, а не на снижение. Я в связи с этим принял решение для себя. Пока что позицию по золоту закрыться. Если, опять же, вы будете держать лонги дальше, вы правы, друзья, потому что инфляция будет как снежный ком, только лишь усиливаться, увеличиваться, нарастать. И, в конце концов, это приведет к дальнейшему взрывному росту золотого актива. Но я попробую все-таки положиться сейчас на рыночное настроение и поискать впоследствии, если я окажусь прав, более интересную точку входа на длинные позиции. Нефть в 70-40. Мы вне рынка. После теста 70 долларов за баррель. Причем, я считаю, что если и торговать сейчас нефтью, то ее нужно покупать. Производственный индекс Китая, Кайкин, который 13 месяцев подряд растет, сейчас вообще находится на максимумах с начала года. Прогноз Организации экономического сотрудничества развития. Рост мировой экономики на 5,8%. И вчерашнее заседание ОПЕК. ОПЕК принял решение действовать в соответствии с ранее обозначенной дорожной картой. В этом месяце доп. роста добычи 700 тысяч, в июле 840 тысяч. При этом рынок, конечно, ожидал немного другого решения, более мягкой и чуть-чуть скорректированной позиции ОПЕК. И, видимо, поэтому сейчас мы снижаемся с локальных многолетних максимумов по Brent и по WTI. Но самое главное, генеральный секретарь ОПЕК Баркинга признал, что проблема Ирана ощутима. Рост добычи будет значительным. И если все-таки санкции будут сняты, и прогресс между Вашингтоном и Тегераном будет достигнут, прорыв в переговорах, то страны ОПЕК будут готовы вернуться к обсуждению текущих уровней добычи. Может быть, это, знаете, как ложка меда, скажем так. Я буду держать вас в курсе, как станут развиваться события дальше. Но в целом уверен то, что начну прямо с сегодняшнего дня искать новую точку входа в длинные позиции. Доллар канадец 1.2067. Лоу 1.2005, но мы работаем пункт в пункт. 1.20 все-таки не было протестировано, даже несмотря на то, что 5 пунктов не достало. Я держу шорт. ВВП Канады в марте 1.1% лучше, чем в прошлом месяце и лучше, чем прогнозное значение. Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития. ВВП Канады в этом году вырастет на 6.1%. В целом высокие цены на нефть и слабость доллара. Поэтому 1.20 это лишь ближайшая точка, короче, цель, которая точно будет сделана. Американский фондовый рынок S&P 4.200, цель 4.250. Австралийцы против доллара 0.7747. Рекомендую посмотреть на австралийца после вчерашнего заседания Резервного банка Австралии, в ходе которого руководитель австралийского регулятора признал то, что экономика может перегреться в ближайшие месяцы. И если это произойдет, то, конечно же, мы увидим смену риторики. Вот на это как раз сейчас и можно сделать ставку. Хотя особо не распыляйтесь, друзья. У нас есть новозеландский доллар, который коррелирует с австралийцем. Новозеландский доллар мы уже покупаем. Евро 1.2216. Куча позитивной статистики по производственной активности. Не буду сейчас забивать вам голову цифрами. Но в целом по еврозоне производственный сектор показал рост максимально с 97-го года. Запомните это. То есть тенденции крайне позитивные. Я рассчитываю на то, что пара евро-доллар сначала доберется до уровня 1.2350, а потом будет уже нацелиться и метить в район 1.25-1.26. И фунт против доллара 1.4150 здесь тоже также без изменений. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok